А как вы думаете, почему НАТО конфликтует с Россией? Какие вот у них мотивы? Много здесь. НАТО же себя считает впереди планеты всей. А это неправильно, потому что, в принципе, люди как бы все равны. И, следовательно, равны все государства в какой-то так, в моем понимании. Вот, не именно равенство, а... То есть вот поэтому, а за справедливость. Ну, это же понятно, то, что сдерживание России, это, так сказать, для них задача номер один. Не дать стране развиваться, не дать стране стать сильной, мощной и быть противовесом и НАТО, и американцам. А такой еще вопрос. Вот как вы думаете, нашим ребятам на Украине сейчас нужна поддержка, чтобы вы лично сказали бы им? Ребят, мы вас любим. И желаем вам, чтобы вы победили. Наше дело правое. Победа будет за нами. Мы душой и всем за них. Прочту свое стихотворение. Член Союза писателей. Мы. Девочкам России. Лица их без помады. И бледны, но спокойны. Ох, девчонкам не надо б участвовать в войнах. Уж стихи бы читали, поджидали бы сватов. Им награды вручали в госпитальных палатах. И смущались от ласки. Не была я героем. Он был ранен. Без каски. Я прикрыла собою. Это женская доля. Прикрывать или леять. Выносить с поля боя себя и жалея. Вот это такая поддержка моя. Война идет 8 лет. И Россия решила положить конец. Был ли другой выход? Ну, я думаю, нет. Ну, то есть, это, естественно, выбор, который Владимир Владимирович предложил им. Конечно, не было. Потому что санкции появились раньше. Спортсменов раньше наших. Ну, в общем, нас пинали, как могли. Поддержка, наверное, вообще всем нужна. Конечно. То есть, что можем им сказать? Побед. Как вы думаете, почему страны НАТО конфликтует с Россией? Какая у них цель? Ну, ослабить Россию, безусловно. Да, конечно. Никому не выгодно иметь такого сильного противника. Ну, конечно, мы их все поддерживаем однозначно. Ну, мы надеемся, что они вернутся с победой. Конечно. Приятно слышать, что их там поддерживают. Колонны едут, передают им. В интернете все это освещается. Вот. Но мы их здесь не видим. Ну, внутренние мы, конечно, их поддерживаем однозначно. Не надо, чтобы Украину использовали как плацдарм. Нападение на Россию. Не надо. Фашизм – это фашизм. Это бесчеловечность. Мы, люди, мы, Россия вся спасала, весь мир. Но только это не понимают правители западные. А живет вся западный мир за счет России. Все отказал. Берегите себя, ребята.